Рай для крестьян и рабочих, оказывается, существует. И вовсе не на небесах, а в республике Мариэл. Здесь, в поселке Шелангер, находится сельхозхозяйственный производительный кооператив «Звениговский». Продукцию мясокомбината оценили даже иностранцы. Раз в три года во Франкфурте на Майне проходит европейская выставка мясной продукции. С 2012 года в ней участвует и «Звениговский». В этом 2016 году мы еще раз послали нашу продукцию на международную выставку. Более 30 видов изделий. И снова вся наша продукция получила медали. Было две бронзы, 6 серебра и 25 золотых медалей. Соответственно, это был фурор и опять первое место Гран-при получил наше предприятие. «Звениговский» неспроста называют народным предприятием. Для сотрудников созданы исключительные условия. Прежде всего, это, конечно, зарплата. В среднем она достигает 30 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, по всей республике Мариэл – не больше 15 тысяч. С каждым сотрудником заключен долгосрочный трудовой договор. Каждый уверен в завтрашнем дне. Поэтому люди работают здесь с полной самоотдачей. В моем цехе 54 человека. Вниз мой состав входит 2 ветврача, 2 ветфельшера, 5 ассиминаторов, слесаря и оператора по уходу за свиньями. Мы обслуживаем 12 тысяч свиноматок. В нашу задачу входит правильно выявить в охоте свиноматку, привезти в цех фильтра, и мы их искусственно осеменяем. И при искусственном осеменении должно достигнуть 95% достоверности. Основной упор делается на свиноводстве. Но кроме этого, в хозяйстве еще 7 тысяч голов крупнорогатого скота. Уход за животными максимально автоматизирован. За человека здесь работает техника. Вот это у нас откормочная площадка. Рассчитана на тысячи голов откорма быков. Тут у нас 4 секции. Одна оператора обслуживает два таких помещения. Нагрузка 2 тысячи голов на одного оператора получается. Кормим кормосмесью. А такого количества лошадей нет, пожалуй, во всей республике. Двухтысячный табун пасется на полях народного предприятия. Канину добавляют в мясную продукцию, и от этого она приобретает особый вкус. Лошадей мы покупали практически со всей страны. Начиная с Урала, с Суменской области привозили сюда. Есть намаз у нас именно с Карачаева, Черкесии. Лошади из Кавказа, поэтому людей они практически не видели. А потом мы стали покупать тяжеловесов, которые весят даже более тонны, чтобы и дети рождались более крепкие. То есть получается, у них матери из Кавказа. Они привыкли жить в горах, вольно, без людей. И из-за чего-то выдается у них высокая выживаемость. А отцы уже получают тяжеловозы. Вроде как новую породу выводим. Прокормить животных Звениковский способен самостоятельно. Лошади круглый год пасутся в поле. А вот для коров и свиней работает собственный силосный завод. Поля народного предприятия пашут и убирают тоже самостоятельно. Общая площадь полей в республике Марио у нас составляет 4,5 тысячи. И сейчас конкретно на этом поле, площадь которого 200 гектаров, идет кормозаготовка. А именно, Макдон скашивает траву с волки. Затем с помощью ягуара мы собираем зеленую массу подсушенную, свяленную. Измельчаем грузами ее в КАМАЗ. И потом же отправляем в предприятие, где из него готовят сенажную массу. Агрономы Звениковского постоянно в поисках улучшения культуры. В этом году попробовали посеять немецкий горох. Результаты превзошли ожидания. Высота гороха выше человеческого роста. Горох своими ветками цепляется друг за друга и не полегает. И это уже дает нам возможность убрать напрямую, прямым комбинированием. А не укладывать волки, а потом подбирать. Одна операция отпадает. И тут очень много цветков, ожидается много стружков. Ну, соответственно, и хороший урожай ожидаем. В общем, СПК Звениковский – самодостаточное предприятие, способное посеять, убрать урожай, вырастить и накормить животных. Собственным мясоперерабатывающим цехом и сетью фирменных магазинов. Кстати, в этом году у Звениковского появилась и своя газовая электростанция. По совместительству еще и котельная. Установили мы, значит, два газопоршневых генератора, который работает на газу, вырабатывает 2 мегаватта электричества. Уходит все на свинокомплекс и на производство на мясокомбинат. Также параллельно вырабатывает горячую воду. А, собственно, нужны. Поэкономистам посчитали, сказали, выгоднее вырабатывать самим, чем покупать у государства. Слава о Звениковском давно гремит по всей Мариэл. Местные сельхозпроизводители считают народное предприятие эталоном. А некоторые даже обращаются за помощью. Николай Поликарпов руководит колхозом «Искра». В этом году решил расширить производство. За кредитом в 3 миллиона рублей в банк обращаться не решился. Все равно откажут. Пошел сразу в Звениковский. Здесь не отказали. Предложили выгодный контракт. Мы сейчас тоже развиваемся хозяйство, расширяемся, залежи поднимаем, площади расширяем. В то же время сейчас ресурсов не хватает. Банк обращается. Я считаю, что почти бесполезно. Мы хотим сейчас пару комбайнов взять и на первоначальный взнос. Мы хотим у него попросить денег под будущий урожай. Зерно, значит, Иван Иванович зерно будет закупать. Осенью, после берега, чтобы поставлять зерно ему. Не забывает Звениковский и о духовной жизни. Есть такая пословица. Трудом славен человек. Я считаю, что труд – это очень важное в жизни, но не единственное важное. Должно быть, что-то еще у человека великое и светлое. Поэтому много внимания уделяю именно в строительстве церквей и храмов. В Мариэл повальная безработица. Даже такое крупное предприятие, как Звениковский, не может принять всех. В храмах и церквях люди могут хоть немного отвлечься от земных забот. Когда первый раз, года два назад, Сергей Иванович пришел, тут вообще ничего не было. Но ему понравилось. Он говорит, ой, тут очень хорошо. И вот мы сделали иконостас, отопление провели. Это все с его помощью. Изготовили нам купола. Денег нет. Куда мы только не обращались? Сергей Иванович опять купола поставили. Теперь здесь у нас идут службы, привозят нам сюда и святыни. Народу крестим здесь детей. Но теперь назрела необходимость в большом храме. Хотелось бы, конечно, ну мы знаем, что Сергей Иванович нас не оставит. Сергей Касанков понимает, влиять на местный уклад жизни нужно не только через духовный мир, но и через мирскую жизнь. Депутат четырех созывов в госсобрании республики Мариэлл теперь пошел на одномандатные выборы в Госдуму от КПРФ. Мне больше нравится общаться на открытых массовых мероприятиях, например, на рынках, когда приходят люди совершенно разных вероисповеданий и партийных течений любителей. То есть есть здесь и красные, и синие, и желтые, имеют ЛДПР в России. Поэтому все сообщения получаются наиболее достоверны. То есть я реально вижу, как люди относятся к нашей партии, как относятся ко мне лично. Общение бывает сложное. Порой такие выхватываешь негативные эмоции, зато это все реалистично. На самом деле так оно и есть. Сейчас от вас зависит. Если поменяем там ситуацию в Гузвию, когда пройдут новые молодые, что-то поменяется. А если ставим по-прежнему, то... Вы думаете, что изменится у нас что-то в Мариинской, если, допустим, вы попадете туда? Естественно. Вы же бываете в Татарстане. Вы были в Татарстане в последние годы? В Татарстане были. Какие там дороги в Татарстане? Хорошие. Они ему дали мешки и денег? Неправда. Как неправда? Возьмите Чувашию. Там какие дороги, чем наши? Кировскую возьмите. У нас самые плохие в России дороги Мариил. Тоже разбомблено. Уже подчинили. Вы заедете? Сейчас я сам удивился. Всегда были самые плохие в Кировской. Теперь хуже Мариил где нету. Почему? У нас депутат слабый от Мариил. У нас их целых... Преподаватель был в последнее время. Да, да, да. А я ее один раз только видел, что она три слова сказала. Больше она ничего не сказала. Она женщина неплохая, но как лидер она слабая. Надо брать лидера туда, чтобы деньги в республику пришли. Правильно? Справедливая Россия, это все брехуны. Так и пишите. Брехуны. И меня зовут Баба Галя. Ну, справедливая Россия, вы правильно говорите. Это нереальная сила. А какая? Коммунисты? Да. СССР не верится. Коммунисты реальная сила. А почему нет? Никогда не верится. Которую может изменить. Будет другое что-то, но не коммунисты. А вы в совхоз Звениговский верите, в колбасу Звениговскую, что там предприятие сильное? Нет, не верю, не верю Казанову. Казанкову не верите? Не верю, потому что говядина и там же и баранина. А у нас баранины нету? Не знаю. Я в магазине взяла Звениговскую колбасу, говядину, говорю, дайте мне говядину в операцию, мне нельзя кушать свинину. А там баранина, баранина запах, я говорю, не буду брать. А где мы возьмем-то баранину, да, вы что? Пока Казанков-младший проводит встречи с избирателями, Казанков-старший продолжает развивать производство. Ведь благодаря Ивану Ивановичу Казанкову Звениговский появился в Мариэл. А это уже Татарстан. Народное предприятие Звениговская развивается и на этой земле. Удивительно, но в родной республике Мариэл землю под развитие не предоставляют. А вот президент Татарстана почему-то разрешил. Хотя, если немного углубиться в историю развития Звениговского, все становится понятно. Нынешний глава Мариэл Леонид Маркелов уж очень не взлюбил Ивана Ивановича Казанкова. А началось так. В 2000 году в Марийской республике пришел другой президент Маркелов, к которому мы шли в Госдуму, я выиграл, я прошел, и он через год становится президентом республики. И первую же встречу он мне сказал, я тебя никогда не прошу, что ты мне перешел дорогу. Ну, и начал тут, и хозяйство отберет, и все, и уголовные дела, и посадит все. Вот то, что было, он действительно слова на ветер не бросал, все пытался делать. Но я коммунистически воспитан, я не воровать ничего не думаю. Сколько бы комиссий ни было, они ничего не могли сделать. Я всегда старался оставаться при государстве. Мне не надо ни хозяйства, ничего. И он, чтобы отобрать, мне прямо заявил, хозяйство государственной, я любое время тебя уберу, а самого посажу в тюрьму. Ну вот, воевали, и в итоге мне говорят юристы, давай уформим хозяйство на себя, народ, никто против не будет. Собрание собрали, и действительно, все люди проголосовали, чтобы передать, только хозяйство сохранить. С помощью Геннадия Зюганова предприятия отстояли, но конфликт не исчерпан. В Мариэл развиваться не дают. А вот в соседнем Татарстане двери для Казанкова открыты. Президент Рустам Мининханов даже удостоил Казанкова званием заслуженный работник Татарстана. Теперь СПК Звениговский развивает хозяйство в двух районах республики. А село Сиктерме Хузангаева – историческая родина Ивана Казанкова. Из нашей деревни кто только не вышел, и полковники, и генералы, и прокуроры, врачи. Даже председатель союза писатель Чуваши, мой однофамилец, кстати, моим дедушкам они двоюродные братья были, Казанков Петр Петрович, председатель союза писателей, в честь его и дали название хозяйства и деревни. Первоначальное название деревни Сиктерма, и потом Хузангаевские сделали, хотя бы как-то спасти деревню. Но это ничего не помогло, конечно, переименованию. Сам бы Петр Петрович никогда не допустил, чтобы его имя переименовали деревню. Так как деревня, у него все поэмы, стихотворения связаны было с этой деревней. И поэтому он не согласился бы. А название хозяйства мы могли спокойно дать Хузангайскому, он ничего тут не влияет. И он остался Хузангайским. Мы сейчас с вами находимся на том месте, где буквально 15-16 лет назад был пустырь, и ничего не было. Благодаря нашему уважаемому земляку Казанкову Ивановичу по просьбам нашего населения образовался Хузангайский. Так как молодежь уезжала, новые дома не строились, деревня шла к вымиранию. Народ обратился, попросил, и он поддержал. С тех времен прошло 15 лет. На сегодняшний день мы имеем 23 тысячи пашни, 265 человек рабочих, строительство зарплаты 25 тысяч в месяц. Построили еще 38 новых домов, и в стадии строительства еще находится 8 домов. Муку производим, производим подсолнечное масло. Мы с вами до этого были в поле, где этот подсолнок растет. После того, как он вызревает, мы его вымолачиваем, посушиваем. Через зиму, весну мы его выжимаем. Из этого подсолнка получается масло. Это называется родной край с векторами. В день мы выжимаем 12 тонн этого масла. Это годовой объем, годовой оборот 2000 тонн. Нерофинерную массу мы реализуем в литровых бутылках, в пятилитровых бутылках, и также розливом, это птицефабрики, свинокомплексы, на добавление камеформа. В этом году Звениковский получил земли в Алексеевском районе Татарстана. Сразу же начали объединять воедино уже имеющиеся в районе хозяйства. Как поступили в этой организации, вот с 19 марта этого года у нас ни сельскохозяйственные машины, ни техника не было еще готовы к пассивным работам. Мы где-то вот за короткий срок, за месяц уже были отремонтированы все сельскохозяйственные машины, пассивные комплексы и трактора. С 20 апреля уже мы выехали на оборонование Зяви. И постепенно уже сразу начали сеять яровые культуры ячмень и кукурузы на зерно. Вспользование передано 30 тысяч гектаров земли, 7 тысяч голов крупнорогатого скота. Строится молочный комплекс на 3 тысячи голов, столовые, административные здания. Уже почти готовы сушильные и сортировальные комплексы. В месяц еще нет, начали строить свой зерночистительный комплекс. Он рассчитан на 200 тонн в час. Сортировочный. И сушильный комплекс рядом же строится. Он рассчитан на 50 тонн в час. Это уже конкретные цифры. Буквально через 2-3 дня заканчиваем монтаж зерночистителя комплекса. Он на следующей неделе уже полностью будет принимать первый урожай. Я считаю, что сельское хозяйство это как лотерея. Там очень сложно получить ежеминутную, быструю выгоду. Иван Иванович, он не думает о синимутной выгоде. Он думает сегодня о производстве продукции. Он думает о рабочих местах. Он думает о зарплате. Он думает о социальных вопросах. Поэтому он сегодня вкладывает. Таких мало сегодня. Завершить полностью строительство в Алексеевском планируется уже к концу лета. Иван Жушман и Алексей Шеляков КПРФ ТВ